Маленькая полосатая рыбка Маленькая полосатая рыбка Зеброфиш или зебродание на сегодняшний день является вторым после мышей наиболее используемым объектом в биомедицине Сейчас идет цунами публикаций Огромное количество лабораторий перепрофилируется и начинает использовать по всему миру эту рыбу Почему в России этот процесс отстает, пожалуйста, не спрашивайте меня Это больная тема, я об этом выступал и в Академии наук, и в правительстве На сегодняшний день эта рыба еще не доплыла до лаборатории в том виде и количестве, в котором она того заслуживает Если посмотреть на зебродание как модель Каждая модель имеет свои критерии полезности Возможность высокоэффективных производительных скринов, фармакологическая гомология, генетическая гомология и так далее Но вот если сравнить рыбу, мышь и дозофилу Каждый из этих модельных объектов имеет свои полезности Где больше, где меньше Но вот интересно, что если эту полезность сложить Образовать кумулятивные такие столбики один над другим Оказывается, что зебродание выходит на первое место по своей полезности в биомедицине Я понимаю, что потребуется еще какое-то время, чтобы эти идеи, эти мысли, они внедрились наконец в наши исследовательские лаборатории В том числе и в России Но такое время обязательно настанет Значит, теперь, что касается мозга зеброданию Хочу обратить внимание, что мозг зебродания очень гомологичен Он очень похож на мозг позвоночных животных, грызунов, мозг человека За одним исключением Зеброданию нет неокортекса То есть, вот кто изучает кортикальные процессы Для них зебродание может быть не совсем удачным объектом Я не хочу сказать неудачным объектом Но это для отдельной дискуссии минут на 20 тема для разговора Поэтому можно в колорах обсудить Почему даже акортикальные животные, как зебродание, могут быть полезны ученым, которые изучают кортекс У зеброданию по разным данным порядка 10 миллионов нейронов То есть, это достаточно много Это такая мозговитая толковая рыбка Если посмотреть генетику зеброданию Можно сразу сказать, что у них число хромосом примерно такое же, как у человека А гомология генетическая составляет 70% Кстати, из генов болезни человека У зеброданию имеются ортологи для 82% генов То есть, очень многие гены, ответственные за заболевания человека Имеются у зеброданию И можно великолепно моделировать разные состояния Ну и, наконец, я думаю о зеброданию Как о своего рода машине времени Значит, она позволяет, эта рыба, отодвинуть планку эволюции на 330 миллионов лет назад Значит, первые рыбы появились примерно 400 миллионов лет назад Ну а первые, там, грызуны где-то 300 миллионов Приматы 70 миллионов лет назад Соответственно, вот эта планка эволюции сдвигается Если мы нашли какой-то интересный каскад Какой-то интересный ген, мишень Который консервативно Который консервативный И у грызунов, и у человека И у зеброданию Следовательно, мы нашли какой-то механизм Который эволюционно древний, консервативный И с большой вероятностью находится В центре, в эпицентре патологии Ну вот примерно так мы себе это представляем То, что эволюционно и консервативно Находится в сердцевине патологии Ну а если что-то представляет собой новообразование Встречается только у человека Ну, видимо, это какая-то уже такая периферия болезни Соответственно, может быть, по ней можно бить Не в первую очередь, а во вторую и в третью для терапии Как специалист в области стресса Могу заверить вас, что физиология стресса В зеброданию очень похожа на физиологию стресса человека Те же самые медиаторы, гормоны стресса Каскад, гипоталамогипет, гипофизарная система За одним исключением У них нет надпочечников У них кортизолосекретирующие клетки Распространены в пределах почки Так называемой внутрипочечной секреции Не секреция, а внутрипочечник, так назовем это по-русски Зеброданию, как и люди, используют кортизол В качестве стресс-гормона И динамика стресс-ответа в зеброданию Вот если напугать рыбку Значит, она почти следует динамике кортизолого ответа У напуганного человека Примерно Пик на 15-й минуте И дальше идет такая диссипация в течение полутора-двух часов У зеброданию есть очень четко выраженные поведенческие реакции Мы знаем, когда зеброданию боится Когда у рыбы стресс В такие моменты она залегает на дно Демонстрирует и мобильность, ризинг Совершает такие высокоамплитудные С высокой угловой скоростью и ускорением движения Так называемые хаотические или эротические движения И, конечно же, тигматаксис Нахождение у периферии открытых пространств Избегание центра То есть все то, что мы видим у мышей, у грызунов Как показатели тревоги То же самое примерно происходит у рыб Ну и вопрос возникает Как мы можем это знание и эту модель использовать Для решения каких-то конкретных биологических задач Значит, пару слов о мелатонине Был замечательный симпозиум о сне Общей резолюцией было, что сон это полезно, это хорошо Но вот один из наиболее важных сомногенных гормонов Человека, животных является мелатонин Мелатонин можно купить в аптеке У кого бессонница, пожалуйста, без рецепта Вреда от него нет А польза есть, он улучшает когнитивные способности Снижает стресс и повышает нейропротекцию Целым рядом механизмов У грызунов, у человека мелатонин анксиолитичен То есть он вызывает снижение тревожности Значит, возникает вопрос А что происходит с функционалом мелатонина у зебродания? Мы провели такие достаточно простые Но по-своему элегантные эксперименты Лишая зебродания сна в течение 24 часов И давая им мелатонин в определенной дозе Оказалось, что мелатонин реверсирует тревожность Вызванную депривацией сна То есть мелатонин работает на человеке Мелатонин работает на зеброданию Мелатонин работает на грызунах Примерно одинаково Это говорит о том, что мелатониновая система Является очень эволюционно-консервативной В той части, которая касается регуляции стресса Еще один пример из наших недавних исследований Это моделирование диабета второго типа У зебродания, который коморбиден Со стрессом, с тревожностью И, значит, это большая проблема У диабетиков не только страдают метаболические Их какие-то показатели Но и, к сожалению, психика тоже Очень часто у них развивается депрессия и тревога Соответственно, сделать рыбу диабетиком второго типа Очень просто Вы просто кладете рыбу в аквариум Бросаете туда глюкозу Можно дать немножко холестерина Чтобы спровоцировать еще и повышение уровня холестерина Такое ожирение у зебродания И все Через 2-3 недели у зебродания будет, как вы видите Повышен уровень глюкозы Растут триглицериды Повышается уровень холестерола То есть классическая такая картина диабета второго типа Примечательно, что если посмотреть на поведенческие реакции этих рыб Вы видите, но я не буду вдаваться в подробности Поверьте мне на слово Что по всем показателям поведения в различных тестах Извините Мы видим повышение тревожности И, кстати, повышение уровня кортизола в теле И повышение уровня экспрессии глюкокортикоидных рецепторов То есть это такая классическая картина стресса у зебродания Значит, соответственно, диабет не только у людей Но и у зебродания вызывает вот этот вот коморбидный стресс-синдром Ну и поскольку симпозиум связан с генетикой Мы подумали о том, что было бы интересно представить Какие-то молекулярные генетические биомаркеры этого состояния Значит, мы посмотрели на ряд цитокинов Интерферон гамма, интерлекин четвертый А также экспрессию целого ряда цитокиновых генов в мозге Значит, ну это в первую очередь интерлекин 1-бета Интерлекин 6-й, мощнейшие провоспалительные цитокины Ну и также ТНФ-альфа, четвертый интерлекин И отдельные биомаркеры глиальных клеток Значит, также посмотрели экспрессию апоптотических генов И вот что интересно То, что на нашей модели на рыбах Мы видим определенные изменения Ну, например, вот в экспрессии апоптотических генов Каспазы, БАКС и так далее Которые можно далее картировать На известных молекулярных каскадах апоптоза И вот стрелочками отмечены те фрагменты этого каскада Где мы видим активацию этого каскада у забродания Таким образом, эта модель позволяет связать Не просто диабет со стрессом Но и указать, что при этом происходит активация Конкретных апоптотических механизмов И, следовательно, коррекция апоптоза Может явиться каким-то терапевтическим методом Мы также моделировали посттравматический стресс Я ускорюсь И увидели, что после сильного стресса Через неделю у забродания повышается тревожность И изменяется экспрессия целого ряда молекулярных маркеров Мы их разбили на маркеры глии, микроглии, эстроцитов Цитокинов, нейротрофинов, апоптоза биомаркеры И эпигенетические биомаркеры И вот я уже завершаю свой доклад Но на самом деле еще слайдов 20 осталось Но это в следующий раз Вот, значит, хочу просто показать в качестве примера Опять же, ту же самую картину апоптоза И вот то, что мы видим у нас Апоптетические биомаркеры Они тоже картируются великолепно На каскаде апоптозы Таким образом, посттравматический стресс Как показывают наши данные Является также в мозге процессом, связанным с апоптозом Но не только Поскольку симпозиум эпигенетический Также и эпигенетические маркеры То есть ДНК, метилтрансферазы Гистоноцитилазы, диацитилазы Были в наших работах У посттравматически травмированных рыб Активированы Стрелочками здесь, на карте апоптоза Показаны те как раз эффекторные механизмы Которые мы, значит, видели Вот активация Гистоноцитилаз, диацитилаз И ДНК, метилтрансфераз Таким образом Я, значит, очень быстро пропуская Хочу сказать, что В заключении, что Изобродание Это окно своего рода В мозг, которое позволяет Одновременно изучать Большие биологические вопросы И в то же время Сдвигать планку эволюции Влево, вправо С тем, чтобы понять Как это все развивалось Как патология развивалась От рыб до человека Спасибо большое за внимание Угу Отстоятельный доклад К сожалению, у нас нет времени И не осталось времени на вопросы Поэтому уже дискуссия В конце